Добро пожаловать в мою коробку! Все нормально, еще такие есть, чуть побольше. Сегодня у меня на обзоре жидкость от ребят из компании Russian E-Liquids Laboratory, или как ты их теперь знаешь, RELL, сокращенно. Конечно, перед началом с нового обзора, так как у нас присутствует, будет в обзоре никотин-содирающая продукция, я должен сказать тебе важной информацией, что это, конечно же, никотин-содирающая продукция, мы прекрасно знаем, что никотин это яд, он вызывает зависимость, также он вызывает привыкание, и если ты будешь употреблять никотин-содирающие продукты, коим этот продукт в какой-то степени и является, то никотин, содержащийся в нем, может серьезно навредить твоему организму, я просто тебя в этом предупреждаю. Несмотря на все то, что все здесь пахнет какими-то фруктами, ягодами или же десертными запахами, вейпинг это все-таки вредная привычка, и я на этом настоиваю. Есть вот такая вот важная информация, есть еще очень хорошие новости, конечно же. 5 апреля ребята из компании REL, они же Russian E-Liquids Laboratory, получили лицензию, конечно же. Лицензирование, там все дела на изготовление, вот эти вот все никотиновые дела, короче говоря. Ребята, бело-бело-белые. В честь этого у нас есть вот такие вот замечательные белые бутылочки-флакончики. Сегодня будем с собой разговаривать про их линейку, выпущенную в двух форматах, называется эта линейка жидкостей REL Ultima, ультимативная линейка, и она, господи, прости, аж на в 40 вкусах. Слава богу, то, что ребята прислали мне под обзор, 3 вкуса 18-шек, которые 10 мл, чисто белая продукция, и 3 вкуса нулевок, которые у нас 30-ки. Естественно, все картриджи уже предпредзаправлены, все уже готово у нас к обзору. По поставке у нас, конечно же, все по стандарту, и те, и другие версии, это коробка-бутылка, то есть у нас есть вот такие коробочки, естественно, мы обращаем внимание на то, что нет больше никаких ни фруктов, ни ягод, ничего такого, никаких больше персонажей не нарисовано на этикетах. То есть все уже подогнано под определенные госты современного изготовления никотиносодержащей продукции, или же нулевок, в любом случае, короче, ты понял. И также немаловажный момент, теперь у нас написано не со вкусом, а с ароматом. Вот здесь, можешь обратить внимание, написано с ароматом Blueberry Orange. И мне очень нравится вот эта надпись внизу, где написано «Сделано в России». Это гордость! Типа, ну нет, на самом деле очень классно то, что ребята делают в России, и написано «Сделано в России». Это замечательно. Причем еще написано «По-русски сделано в России». Не написано там «Made in Russia», «Русия», а «Сделано в России». Мне очень нравится эта надпись. Конечно же, все необходимые надписи, подписи здесь все присутствует. Здесь внизу есть специальный вот тут квадратик, тут всякие вот эти вот марки, наклейки, QR-коды и так далее для проверки. Все это будет лепиться. У меня, естественно, все это прислано на обзор. Здесь этого пока ничего нет. Вот такие вот маленькие бутылочки. Это бутылки 10 мл такие вот. Это у нас 18 мг. Конечно же, защита от детей и контроля первого вскрытия присутствует. Очень мягкие такие вот бутылочки. То есть, типа, они нормально продавливаются. Это очень-очень хорошо, удобно будет заправлять. Вся информация у нас, все, что здесь есть на коробке, необходимое продублировано на бутылке. То есть, опять же, все хорошо. Даже вот тут, понятное дело, нихрена видно не будет, потому что засвечивает белым по белому. Но вот здесь вот есть еще выштамповочка такая вот. Как бы затемнить-то руками вот так вот. Здесь вот релл тоже выштампована. И здесь всякие. Это бутылки песели же? Да. Бутылки Хантер, релл. Тут лапка нарисована. Это как бы все есть. Все в наличии, все присутствует. Короче говоря, на обзоре у меня сегодня будет 6 вкусов. Сначала я попробую солевую версию, потом попробую нулевкие. Пробую я все это делал на Микане, пока у меня есть картриджи от Минникана. Ну и как бы начинаем. Что долго тянуть? Я и так очень-очень много тебе про все это дело рассказал. Первый вкусец с ароматом черники и апельсина. Такой вот. Маленький. Пока с ними разберемся. Пробуем что? Почему я, кстати, пользуюсь четвертым Минниканом? Потому что на нем регулируется затяжка. Вот и все. Это единственное оправдание, почему типа именно он. Не третий, не три про и так далее и тому подобное. Вот здесь регулируется затяжка. Им удобно пользоваться. Я им пользуюсь. Все. Ну, релл сразу же заявляет о том, что они релл. Ребята в свое время, когда они еще были Cloud Parrot и все вот эти вот дела, типа они прошли очень-очень долгий путь. С тех пор, когда они были Cloud Parrot, потом они стали Russian Leaks Laboratory, но это и были как бы Russian Leaks Laboratory, это понятное дело. Потом они сократились до вот этого релл, ясного и понятного такого сокращенного названия. Ну и как бы они нашли себя, то есть когда вышла оранжевая релл, там зеленая, красная и так далее и тому подобное. Теперь у нас вышла релл ультима, аж на 40 вкусах. Ультимативная линейка. По вкусу просто отлично. Ребята растут, делают очень-очень круто. Это абсолютно конфетный вкус от начала и до самого конца. Здесь умеренный кулер. Здесь нет такой лютой-лютой переохлажденности во вкусе. То есть типа ничего такого нет. Вкус в тандеме работает как такая апельсиновая конфета, апельсиновый леденец, но он немножко еще с таким легким вкусом, ароматно, каким-то таким черничным и ежевичным. Как-то вот так вот. Очень-очень круто сбалансированный. То есть типа это вот такой как бы баланс ультимы, как мне кажется, что-то между рыжей линейкой, которая релл оранж, и релл грин, наверное. Что-то вот как-то между ними. Очень круто, пацаны. Отличная просто конфета. Ну вот типа они сделали такую жидкость, понимаешь, что она будет вкусной даже на каком-нибудь минфите, где там вот эта вот тоненькая проволочка какая-то вот намотана, воткнута какая-то ватка на зубочистку, я не знаю, типа что-то вот типа того. Это очень круто. Отличный вкус, очень приятно, очень хорошо сбалансировано. Пацаны неистово респектую. Типа год за годом они делают очень-очень крутецкие. Теперь, теперь это все в бело-белую прямо будет. Никотиновые десятки и нулевкие тридцатки. Которые мы перейдем чуть попозже. Пробуем следующий. С ароматом киви и гуавы. Такой вот, ребята, мне вкусец подсунули. Понятное дело, что я ничего там не выбирал, мне не присылали никакой там список из сорока вкусов. Слава богу, что не прислали все сорок вкусов, иначе бы я часа два только потратил на то, чтобы выбрать, что попробовать. Вот, что прислали, то и пробую. С меня взятки гладкие. Пробуем. Киви замечательные. Он совсем не похож на кактус. То есть в жидкости нет вот этой вот, как сказать, кактусовости. Пока что. Я еще не до конца распробовал. Это только буквально первые какие-то две затяжки. Гуава маракуевая вся вот эта вот история сразу же дает хорошую тропическую подложку. По кулеру абсолютно то же самое, что в первом вкусе. Но, наверное, единичка. Может быть, типа полтора, чуть попрохладней, чем какой-то такой стандартный кулер. Все-таки REL это такие, как бы, холодные жидкости. У них не холодная линейка, если я ничего не путаю, REL RED. Но там, насколько я помню, у ребят REL RED получился, когда они собрали все вкусы из старых линеек, которые были самые топовые, там, по топам продаж, по топам, типа, по запросам. И сделали из нее отдельную линейку, тем самым, как бы, они не убрали старые вкусы старой линейки, а, как бы, переместили вкусы из них в новую линейку. Опять же, никоим образом они это не скрывают. Это очень-очень хорошо. Нет такого, то, что, типа, берется одна и та же линейка, у нее меняется этикетка год за годом и выдается за что-то новое. Где вкус назывался, там, что-нибудь, типа, из разряда сахарная клубника, а потом этот вкус переназвали, как клубничная сахарная вата. Что-нибудь вот такое, то есть, типа, или какой-нибудь, там, не знаю, клубничный чизкейк, а потом назвали его нежная клубника со сливками и, чем, как это можно сформулировать, и рассыпчатым печеньем. Что-нибудь, какую-нибудь вот такую чепухню написать, это будет тот же самый вкус, просто с другим описанием. Вот и все. Так тоже делают. И это вкусно. Это очень хороший вкусец. Причем кививость, прям кививость. То есть, я вот уже сколько парюсь, здесь нет такого вот оттенка кактуса, по крайней мере, для меня. То есть, я всегда путаюсь киви-кактус туда-сюда. Очень классная тропическая вязкая подложка. Опять же, очень хорошо. Приятная прохлада. Вот именно вот сейчас вот потепление, весна, все дела, дальше уже лето будет, жарко. Это будет очень хорошо залетать. Прохладный, хороший, сбалансированный, такой тропический. Какой-то, опять же, полу-конфетно-леденцовый такой вот вкус. В какой-то степени мне показалось, что он напитковый. Но потом, нет, я все равно отказался от этого. И все-таки, мне кажется, он тоже такой конфетно-леденцовый. Пробуем следующий. С ароматом печь. Грейпфрут. У нас вот такой вот вкусец. Персик и грейпфрут, конечно же. Пробуем персик с грейпфрутом. Ну, какая-то уже такая, знаешь, тоже тропическая, в какой-то степени классическая связка. То есть, у нас здесь взята цитрусовая часть. Взято такая же, опять же, как в предыдущем вкусе, рыхло-тропическая персиковая. То есть, типа, сочетание вот этих вот манго с кулером, маракуйя с кулером. Кто он называется? Манго-маракуйя. Гуава с кулером. Персик с кулером. То есть, это вот что-то такое, типа, тропическое, вязкое, одновременно прохладное, пюрообразное. Здесь нам, естественно, в вязкости вкуса нужна какая-то яркая нота. Здесь взят у нас цитрус, грейпфрут с такой, типа, легкой першинкой. Легким, таким, терпким, небольшим ароматом, наверное, как-то вот так-то можно сказать. Теперь так, наверное, и надо говорить с ароматом, не со вкусом. Ну, типа, с ароматом, наверное. Хотя, вот, я же пробую, типа, жидкость на вкус. Но она, как бы, в любом случае с ароматом. Сложновато. Очень хорошо, пацаны. Мне нравится, типа, пробуешь. Очень мягко все, легко. То есть, типа, очень приятный баланс. Жидкости, с одной стороны, они, типа, очень точные, яркие. Но, с другой стороны, мне кажется, типа, что-то из разряда на постоянку, наверное, можно такое парить без проблем. Я знаю, типа, с десяток людей, которые парят только рел. И после того, как попробовали рел, больше вообще не парят ничего. Потому что, какой смысл? Ну, типа, я спрашиваю, а что ты ничего другое не попробуешь? Он такой, ну, а какой смысл? С одной стороны, я их прекрасно понимаю. Потому что люди нашли для себя какую-то такую, вот, мое слово любимое, ароматистику. Или ароматику, наверное, правильно называется, вот это вот. То есть, им нравится, как делает миксолог. Им нравится, типа, концентрация вкуса, насыщенность, прохлада, все вот эти вот дела. Ну, типа, я не вижу смысла, типа, если ты для себя что-то нашел. К примеру, как ты нашел для себя какое-то там любимое пиво, там, или любой, там, типа, чай кофе. И ты его постоянно пьешь, тебя все устраивает. Понятное дело, можно поискать, порыться. Может быть, ты найдешь что-то повкуснее, поинтересней. Но, в основном, люди, как бы, они, как сказать, это их зона комфорта, скажем, вот так. Мне нравится вот этот вот вкус. Я тебе уже много раз говорил, типа, про мою подругу, которая на протяжении, там, года или скольки парила только жидкость от одного производителя со вкусом колы. Только его. А потом они что-то поменяли в рецепте, и все, она больше ее не парит. Вот, как бы, так закончилась история. Мы не любим перемен, мы люди такие, как бы. Короче, по самому вкусу, отличный вкусец, персиково-цитрусовый, прохладный, тоже в какой-то степени он тропический. И тоже, я бы сказал, он в степени какой-то такой, вот, типа, к леденцам ближе. Что-то такое леденцово-конфетное, какое-то вот такое. Возможно, сама линейка Ultima, ну, я не знаю, там 40 вкусов, понятное дело, там должны быть какие-то и десертные вкусы, там, и напитковые и так далее. Но сейчас у меня что-то такое конфетно-леденцовое, и складывается такое ощущение, скорее всего, неправильное, обманчивое, то, что, типа, вся линейка Ultima, она такая конфетно-леденцовая, скажем так. Посмотрим, что будет дальше. Зная ребят с компанией REL, у них есть всякие какие-то и эти, как они называются, правильное слово. Ну, типа, я понимаю слово специи, но вот как его по-другому перефразировать? Вот не жидкость со специями, а такие пряные, наверное, правильное будет слово. Какие-то пряные ароматы могут быть, там, что-нибудь, там, я не знаю, бадьяна коричная, что-нибудь вот такое, как-то так. Короче, переходим к нулевкам, к следующему формату. С ароматом REL фрут. Моё любимое описание. Любимейшее просто описание, когда нет никакого описания. У нас здесь написано с ароматом секретного фрукта REL. Ай, как люблю. Это у нас уже тридцатки, то есть, типа, здесь у нас коробка-бутылка, опять же, вот это вот 30 мл. Очень мягкие, опять же, вот это вот нужно понимать, то, что они мягенькие. Очень хорошие флаконы, опять же, со всеми гравировками, выштамповками, с надписями, с пёсиками, с надписью REL. Ну, у меня, понятное дело, оригинал, просто довольно много появляется на рынке подделок на ребят. Каждый хочет немножко славы урвать, ну, типа, здесь я уверен, что у меня оригинальная продукция, потому что она пришла напрямую от производителя с ароматом секретного вкуса. Пробуем. Ну, что, вкусно? Типа, этот вкусец что-то между, где-то рядом, где-то близко. В какой-то степени он виноградный, допустим. Что-то виноградное. Что-то есть во вкусе цитрусовое. Опять какая-то, получается, цитрусово-фруктово-ягодная такая штуковина. То есть я чувствую, как будто бы виноград, или это, возможно, это, как ее звать. Вот я, все, у меня виноград прилип где-то к корню языка, я теперь от него не отцеплюсь. Это виноград с каким-то, то ли слива, то ли виноград, то ли картошка, то ли морковка, то ли брюква, то ли свекла, то ли кто. Миш, надо найти картинку, не забудь секретного вкуса REL. Вот сюда вот какую-то прилепить. Ужасно секретный вкус. А я ведь найду секретный вкус. Свеклу с ногами. Нейронки в помощь, точно. Свекла с ногами. Что-то виноградное. В какой-то степени апельсиновое. Как будто бы. Может быть, что-то кививое во вкусе. Вот такое вот сейчас я почувствовал. Короче, в основной степени что-то виноградное. От этого я отделаться уже не могу. Мне хоть рот сейчас полоскай, хоть не переполоскай. Я буду чувствовать этот самый виноград. Виноград присутствует в каком-то наличии, в каком-то количестве. Что-то такое. Вот, блин, мне не дает покоя. Вот это вот такое конфетное послевкусие. Как будто бы что-то рядом, где-то близко с драгонфрутом. То есть, с чем-то вот таким. Я не знаю. То есть, типа, я не могу разгадать. Вот я ухватился за виноград, и он мне теперь никакого покоя не дает. То есть, типа, я вот понял примерно, что вот здесь есть виноград. Скорее всего, да. Что-то есть какое-то, как будто бы что-то цитрусовое. Сейчас я постараюсь уцепиться. Вот я говорю, то ли драгонфрут, то ли что-то такое. Вот что-то дает вот эту вот подложку. Манго-гуау-маракуйевую тропическую. Но она немного странная. Может быть, что-то личевое какое-то вот такое. Вот сейчас я сказал про личи, и во вкусе сразу же в слюне чувствую вкус личи. Очень сильно не люблю секретные эти. Я еще и перед обзором забыл девайс зарядить. Плестяще. Потрясающе. Вот, все, на зарядочку поставим. Минникан можно парить на зарядке. Тебе нельзя, мне можно. Все, работает. Ну, я же не буду сейчас останавливать на 40 минут обзор, чтобы у меня там девайс зарядился. Ну, не на 40, там на 20. Все равно не буду. Короче говоря, по самому вкусу, давай остановимся на этом. Что это возможно? Виноградное что-то. Есть какая-то личивость во вкусе. Есть какой-то точно, сука, цитрус. Короче, виноградно-драгонфрутово-личиво. Что-то тропическо-виноградное какое-то вот такое. И еще цитрусовое. Не знаю. Но, опять же, это нулевка. Нет никакой привязки. Ни щелочной, ни солевой. 28 миллилитров. 0 миллиграмм. Все здесь написано. 50 на 50. Соотношение, как бы, все ясно и понятно. Ну, пробуем следующий, да. Не люблю вкусы пробовать, которые я не могу нормально распознать. Я могу копаться полчаса, что-то там выдумывать, выпробовать. А потом оказывается, что это брюква. Все. С ароматом пайнапл печь. Манго. То есть это у нас должен быть ананас, персик и манго. Тропическая опять история. Пробуем. Очень крутой ананас. Просто офигительный. Такой, типа, как сказать, он сахаристо-сладкий, яркий, выразительный. Прохладный. У него сразу же есть подложка какая-то такая вязкая. Мангово-персиковая. То есть что-то вот такое. Возможно, в прошлом вкусе был что-то манговое. Но мне, по крайней мере, теперь так кажется. Что-то как будто бы... Сейчас я скажу. Что-то виноградно-манговое, что ли, как-то вот такое. Может быть, там в моно какой-то хитрый вот этот вкус, который похож на что-то вот типа такое. Нам попадались уже много раз типа ароматы, какие-то вкусы в жидкостях, когда написано какое-то хитренькое название какого-то фрукта. А ты пробуешь, он на вкус там просто как апельсин. Или просто там как дыня. Написано там со вкусом канталупы. И ты такой, что это за канталупа? Паришь, но на вкус как дыня. Залезаешь в гугл, смотришь, канталупа, вид дыни такой-то, такой-то, такой. Ну, понятно. Это с этим было. Как она, айва или как это называется, я уже забыл. Которая на вкус прям копейка в копейку, как дыня. Просто вот прям копейка в копейку. Не знаю. Ну, чё, типа, отличная получается замиксовка. У нас есть замечательная тропическая подложка из персика и манга. Всё это с кулером. То есть, это сразу же прям залетает. Манга с кулером вообще люблю, обожаю. Тропическая вязкая подложка. Сверху по стандарту какой-то яркий должен быть. Если у нас есть вязкая подложка, что-то должно быть яркое во вкусе. Яркий ананас, он также же прилипает с кулером. Холодный ананас. Получается очень объёмный холодный ананас с прохладой, с вязкостью, со сладостью. Какой-то такой персиково-мангово-рыхлостью. Очень круто сбалансированный вкусец. Прям типа, я его по полкам могу хватать. Манга сразу же хватается. Ананас сразу же. Вот с персиком надо подкопаться. Но здесь есть просто, понимаешь, на послевкусии вот этот вот аромат, как правильно сказать, вот этого классического синтетического персикового чая, там, Нести Фрусти Липтон. Из-за него можно ухватиться и распробовать этот вот ароматизатор. Очень хорошо. Ну а как, почему должно быть плохо-то? Люди столько лет работают. У них типа там миксологи, они постоянно там с какими-то разными ароматизаторами всё это придумывают, скрещивают, там, вот это вот всё. То есть типа штатные есть специальные люди, которые за это получают денюжки, которые работают и занимаются флейвористикой, разработкой вкусов, ароматов, там, типа, вот это вот всё. Типа, почему должно быть плохо? Это в любом случае будет очень круто, потому что, ребята, я говорю, не первый день на рынке. Я этих ребят знаю года там, допустим, с какого-нибудь там, с 16-го, с 17-го. Я не буду говорить то, что типа с 14-го года, когда там, или с какого, с 15-го, я не помню, когда появились Cloud Parrot, вообще, это самая-самая какая-то заря вообще вейпинга всей этой истории. Там вот эти вот бутылочки с тоненькими носиками, типа с верхними крышечками, такие по 30 миллилитров были. Они ещё были разноцветные, они были со всякими этими, кто он называется, с подкрасителями. С красителями, Миш, правильно слово, с подкрасителями. Хотел сказать с тем, что подкрашивает жидкость, но потом вспомнил слово красители и получилось с подкрасителями. Очень круто, пацаны, прям респектую. Пробуем последнее на сегодня. Но перед этим я хотел бы поблагодарить за поддержку бренд, который не нуждается в представлении. Это ребята из Votafo, ведь сколько я знаю о вейпинге, столько я и знаю о компании Votafo. Можно и так сказать. И отдельной благодарностью хотелось бы, конечно же, отметить ребят с сайта GoSmoke. Это сайт Долгожитель, который работает с 2016 года, так же, как и я. Ещё, ребят, на сайте мы активировали промокод GRBK. И сколько я уже раз говорил, пока будет GoSmoke, будут обзоры на железо. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. С ароматом Honeydew Ice Cream, что переводится как дымное мороженое, судя по всему, да, я же не идиот. С ароматом дымного мороженого, да, всё правильно. По части мороженого, скорее всего, в Орел не будет никаких проблем, потому что по кулеру здесь будет мороженое. Пробуем. Такое мороженое я пробовал. Я пробовал его вживую, и на вкус оно практически такое же, как вот этот вот вкус. То есть это типа слив, как эти, рожочки, и в них вот эту вот херовину сверху наливают. Там было клубничное мороженое, обычное классическое мороженое, естественно, шоколадное мороженое, было ещё дымное мороженое, мороженое с манго. Вот я взял тогда дымное мороженое, и оно вот прям просто копейка в копейку дымное мороженое. Сливки есть. Есть странное послевкусие, не знаю, понравится оно тебе или нет, мне эта штука и она нравится, она относит вот этот вкусец именно к йогуртовым, к каким-то вот таким вот штукам. Я уже очень много раз про это говорил. Вот это вот такое кисломолочное странное послевкусие, такие прям сливки-сливки-сливки, то есть больше в сторону йогуртов. Понятное дело, что как только почувствовал я вот этот вот йогуртовый оттенок, йогуртовый аромат, я сразу же буду говорить, что это холодный йогурт. Но в любом случае мороженым это может считаться. У нас есть дыня, у нас есть сливки, у нас есть нормальный кулер для мороженого, что-то порядка, опять же, полторашки, может быть, ближе к двушке даже, что-то такое прохладное, уже холодное вот туда. Это может считаться мороженым. Опять же, теплая весна, жаркое лето, холодные жидкости, вот они, пожалуйста. Очень-очень круто. Насыщенный, приятный, ароматный, хороший вкус. То есть, типа, это можно считать прям мороженым. То есть, как будто бы вот я делаю затяжку, оно сразу же такое охлаждение пошло, как будто вот я типа откусываю мороженое, и сразу у меня растекается по языку и сливки, и дыню я чувствую, и прохладу от мороженого чувствую. Но, к сожалению, самого мороженого я не ем. Опять же, ну типа в какой-то степени вейпинг, вот типа даже вот нулевки, это, ну, я не могу, я не могу рекомендовать так делать и так далее, но все-таки это в какой-то степени спасение для людей. Допустим, у кого-то, может быть, есть такие люди, у меня такие друзья есть, у кого непереносимость лактозы, они вообще не могут ничего молочного есть. Не в смысле, что они после этого умрут и так далее, просто потом будет очень плохо. Это все вот это рвота, диарея, все вот эти вот дела, вздутие живота, все очень неприятно. Но ты же, когда был ребенком, ты мог поесть мороженое. Эта вся история не может, ну, как бы она может появиться с рождения, но может у тебя потом впоследствии развиться, появиться, как любая аллергия, любая непереносимость и так далее. И, конечно, для такого человека, типа вот попарить что-то такое, что похоже на мороженое, вот именно сливочное, не употребляя в этот момент ни сливок, ни молока, ничего кисломолочного, что ему нельзя, Хотя это вот в какой-то степени, ну, скажем так, компромисс какой-то вот так, с счетом того, что это опять же нулевка, нет никакой привязки к никотину и так далее. Это очень хорошо. Ну, а что я типа ждал? Я уже, когда начинал даже это видео, я даже когда заправлял картриджи, я, естественно, там все жидкости уже понюхал, где-то даже успел лизнуть. Все, да, мы все перепробовали. Где-то я там что-то успел лизнуть, я уже прекрасно понимал, какой будет обзор. Это чуваки, которые очень круто делают свое дело. Они в какой-то степени мастодонты. И сейчас эти люди документально подтверждены, что они этим могут заниматься. Это очень-очень круто. Как мы с тобой уже решили, я не буду этим заниматься, если потом уже приспичит, может быть, сделаю. Я не буду здесь выбирать больше всего понравившегося вкус, потому что у меня нет менее всего понравившегося вкуса. Мы с тобой уже это давным-давно решили, что этой фигней заниматься не будем. Более чем круто. Опять же, у тебя есть два варианта. То есть типа у тебя есть привязка к солевому. То есть типа есть солевая версия 10 мл, 18 мг. И есть нулевка, которая не солевая, не щелочная. Она никакая. То есть это просто нулевка. Это как база. То есть у тебя есть ароматизаторы. У тебя есть типа, как скажем, премикс. У тебя есть глицерин, который уже туда залит. То есть это просто нулевка, которую ты можешь бустить тем, чем захочешь. Понятное дело, сюда уже айс буст не надо пихать, потому что здесь кулера и так достаточно. Но тут более чем все круто. Я больше чем уверен, что у ребят есть какие-то не холодные вкусы, потому что есть 40 вкусов в линейке. И скорее всего там будут какие-то выпечковые, десертные ароматы, что-нибудь типа того. Но у меня сегодня попалось что-то такое в какой-то степени. Один десертный мороженое появился, да. У меня что-то такое сегодня в линейке. Какое-то такое леденцовое. То есть каждый вкус в какой-то степени похож на какое-то такое что-то конфетно-карамельно. Ну не карамель неправильно, здесь нет вкуса карамели. Ну тут типа сосательная конфета, леденец, чупа-чупс нахрен, если тебе так понятней будет. Я таким образом объясню. Что-то такое конфетно-карамельно-леденцовое. Как-то вот так. Опять же ребята держат марку. Большие молодцы. На этом у меня все, заканчиваем. Я хотел бы сказать огромное спасибо ребятам из компании REL, конечно же, за предоставленные жидкости мне на обзор. Большое спасибо за поддержку моего канала. Еще раз поздравляю вас, конечно же, сердечно. Господа и дамы, то что у вас теперь есть лицензия, это очень-очень круто. Каждый новый производитель, который получает лицензию, дает нам будущее вейпинги. Эти люди будут работать в белую, они будут платить налоги. Вся эта история будет, естественно, документироваться и так далее и тому подобное. И именно это дает нам надежду на то, что вейпинг в нашей стране не будет запрещен. Он будет урегулирован. И все у нас будет хорошо. Надеюсь, так и будет. А потом уже будут какие-нибудь круглые столы, какие-то разговоры с правительством и все вот эти вот дела по поводу там типа выравнивания акцизной марки и всех вот этих вот историй. Короче, ребятам желаю дальнейшего развития, светлого будущего, счастья, здоровья им и их детям. Скажем вот так. Все. Тебя, друг, конечно же, как всегда прошу подписаться на мой телеграм-канал, который называется Миша Коробка. В нем также выходят мои видеообзоры. Еще там есть ламповый чат для отдельного общения. Еще я там записываю кружочки. Если тебе подобное интересно, подписывайтесь, конечно же, на мою телегу. В данном видео должны быть какие-то мои собственные продукты. Это будут одноразовые системы Мишка, наши старенькие, на полторы тысячи затяжек и на четыре тысячи затяжек подзаряжаемые. С разъемом для зарядки по Type-C, который заряжается самым современным разъемом Type-C, Type-C. Ну и теперь абсолютно точно все, да. Давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой. Меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Но если вдруг мы с тобой давным-давно знакомы, ты все прекрасно знаешь, то просто-напросто пока. И спасибо большое за просмотр. Ребятам из РЛ я неистово прям респектую, потому что чуваки прям типа... Прям они... Я не знаю, я этот обзор назову типа... Как сформулировать? Белые. Прям типа они белые во всех смыслах. То есть и бутылочки как бы, коробочки все вот это белое. И производство теперь максимально белое с лицензией. Это очень круто. Говорю, каждый производитель с лицензией это надежда на то, что вейпинг все-таки будет в этой стране существовать. Пока. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Ты заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.